Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 9 мая. Вот сейчас я показывала вам в подробностях, как я делаю первую пострижку, первое удаление. Вот видите, сколько лишней у меня зеленой массы оказалось. Только вот в центральном ряду боковые еще не обрезала, потому что там очень маленькие пасынки, они могут еще подрасти, и там ничего страшного нет. У меня особо плохая ситуация была вот с этими, которые были высажены лежачими. Вот смотрите, после того, как я их зачистила, вот так выглядят ряды. Видите, разница есть. Уже все вот эти нижние ярошицы освобождены, видны пеньки, вот эти кочерыжки, пенечки от листьев, от пасынков. Пеньки примерно 2 см я оставляю. Можно отщипывать руками, можно обрезать ножницами. Мне ножницами проще, потому что после отщипывания руками потом руки очень долго промываются, и так сложно их отмыть. И вот этот, где эндотерминатные были пасынками заросшие, и вот этот ряд, который был лежа. Видели, наверное, вначале, все листья было очень много внизу, прямо на полу. Теперь они все зачищены. И одновременно тут же идет из капли у меня подкормка. И вот после такой комплексной обработки я смело могу сюда неделю не заходить. Что это значит? Это значит, им хватит сейчас полива на неделю. Точно они уже не нуждаются ни в каких подкормках. Я им простригла нижний ярус. За неделю они не обрастут так, как были они. Самое главное удалить вот в этих сложных вариантах старые листья, которые при высадке еще были. Особенно вот эти лежа, которые я же объясняла, что я не могла их сразу обрезать. Нужна была адаптация. Но если выйти и один день поработать вот так вот хорошо и листья обрезать, полив, обильный сделать. Я полторы бочки сейчас вылью, двухсотлитровых. Короче, наверное, даже две. Я сначала сто литров вылила до подкормки, смочила вот эти приствольные круги. Потом двести литров вот сейчас выйдет с подкормкой. И потом хочу сто литров еще после этого полить водой, как бы чтобы подкормку туда в нижние слои корневой системы и угнать. Чтобы вода с веществом вот с этим, с элементами не осталась наверху. Мне нужно, чтобы она туда к корням пошла, раз уж это корневая подкормка. Про подкормку еще раз хочу, как, ваше внимание заострить. Еще раз напомнить, что если вы хотите не поливом, ковшичком, а через капельный полив, фильтруйте не один раз. Я один раз вот через ткань профильтровала, потом когда выливала в бочку, еще раз профильтровала и ходила, помешивала палочкой, чтобы, как сказать, чтобы вот эта взвесь мельчайшая, она не осела на дне и не забила капельный полив. Тут вы будьте осторожны, если хотите облегчить себе труд и через каплю, то нужно готовить вот этот раствор очень-очень внимательно, отнестись серьезно, чтобы не забить капельки. Вот сейчас я смотрю, капли хорошо у меня идут, капают. И вот, листья обстригла, полив у меня, подкормка совмещена с поливом. Все, целую неделю я сюда заходить не буду. Потом, через неделю, когда заеду я, здесь будет у меня масса цветов, потому что и так уже хорошо они цветут. И возможно, я может быть сделаю, а может быть и не сделаю, может быть и так все будет хорошо. Возможно, я сделаю подкормку, листовое опрыскивание для повышения урожайности. То есть, о чем я говорила, или борной кислотой, или бутоном, или еще чем-то. Я посмотрю, если и так хорошо все будет завязываться, возможно, перешагну через эту подкормку. Все. Вот это в основном про первые, самые первые, первые уходы, что мы должны сделать сразу после высадки. Вот 10-15 дней прошло, прошло всего полмесяца. Конечно, это первое удаление листьев, освобождаем нижний ярус. Первая подкормка, если она вам нужна. И первый полив после высадки. Я вот после высадки не поливала, сейчас полив буду делать обильный у нас жара. И потом всю неделю поливать не буду. Все, до свидания.